Так что земная кармическая судьба людей, то есть наша с вами судьба, решается исключительно Господом. Прежде всего, присутствующим в нас, нашей истинной сущностью, наша судьба решается. Понятно? Исходя из совокупности помыслов и деяний каждого конкретного индивида и его отношения к исполнению его эволюционного долга, как вы относитесь к своему долгу перед Господом. Вот это главное. Естественно, что без санкции свыше не может быть прерванная человеческая жизнь. Не может. Поэтому кажущиеся случайности в наступлении смерти или когда несчастные случаи происходят, они кажущиеся. На тонком плане это событие уже совершено, уже приговор подписан. Понимаете? На тонком плане. Ранее всего происходит реализация событий на тонком плане, не случайно. Вот та самая Ванга, предсказательница, любительница виски, кстати, она в небольших количествах в течение дня принимала этот напиток. Так вот, она имела высокий процент предсказаний, где-то 80%. То есть на тонком плане она видела, предсказания реализовывались. Понятно? Но она имела такую возможность. Ну, есть такие вот уродливые существа. Вы к ним только не ходите свою судьбу узнавать, не дай Бог. Встаньте на путь, и тогда Господь будет вашей жизнью руководить, а не оккультные силы. Ясно? Поняли или нет? Любители узнать свою судьбу. Меня спросите, я вам всё скажу. Я уже сказал вам, что вас ждёт. Если делом заниматься не будете. Понятно? Ничего нового вы узнать не можете. А вам бы хотелось узнать, при каких обстоятельствах вы отдадите концы. Ну, зачем это? Ну, зачем? Надо этот приговор отменить. Отменить. Да? Господь только может это отменить. Этот приговор. Если вы делом начинаете заниматься. А вам, бездельникам, хочется узнать, как вы этот мир покинете. Пустым абсолютно, если делом не займётесь. Бесполезно прожившим эту жизнь. Ну, народили вы таких же детей, таких же бездельников. Ну, и что? Десяти миллиардам они приблизят население Земли. И только, и всего. Понятно или нет? Вы должны свой долг исполнять. Эволюционный. Тогда ваша жизнь, ваша кармическая судьба изменится. Тогда ваше будущее, проецируемое на сегодня, если вы сегодня меняетесь, тоже будет меняться. Понимаете? Будущее меняется. Из проекции сегодняшнего изменяется ваше сознание, значит, меняется ваше будущее. Если оно остаётся неизменным, будущее ваше прописано. Понятно? Фатально прописано. Так, например, те, кто не оправдал надежду Господа в этой жизни, не зарыл свой духовный талант, неожиданно для окружающих погибают. В результате несчастного случая или внезапной тяжёлой болезни. Покидают, дабы душа их не осквернилась более в условиях земного существования. Значит, начать всё сначала. Потому что дальнейшее продолжение земной жизни всё более оскверняет душу. Понятно? Утяжеляет следующее воплощение. Может, лучше сейчас уйти. А преступники и иные невольные участники трагического события, являющиеся исполнителями кармического приговора, совершенно не подразумевают так же действовать санкцией Бога, правда, при этом отягчая свою личную карму. Понятно? Вот таков закон кармический. В Евангелии есть один замечательный эпизод, там даже два эпизода, вот один, где Спаситель ясно даёт понять людям, что её жизнь целиком во власти Господа. Когда Иисус находился в Галилее, к нему пришли галилеяне, возмущённые убийством воинами Пилата своих соплеменников. Прямо в храме под лежит венника, вот прямо в храме, были убиты жители Галилеи воинами Пилата. Они надеялись, что Иисус осудит римскую власть и как-то на это откликнется, чтобы восстановить справедливость. Однако, к их удивлению, Иисус не только не осудил римских воинов, но и пригрозил самим галилеянам, которые пришли к нему, чтобы они впредь не грешили, а то подобная участь постигнет их. Понятно? Не стал осуждать римских воинов, сказал, не грешите, иначе с вами случится то же самое. Понятно или нет? Никаких претензий к власти. Кармическая программа на всю волю Господа. Всё. Вот сегодня церковные деятели в связи с этой пандемией сказали бы к 20-му, 40-му каналу, который никто не смотрит, но ты скажи официально, скажи, смотрите, люди, вы грешите, ну пусть будет это слово, грешите, смотрите, что в мире стало твориться, вследствие вашей греховности тотальной, вот эта пандемия, вот скажите хотя бы. Вы понимаете? Да никто же не скажет. Неужели безгрешные оказывается? В Евангелии читайте, там всё написано. Это не какой-то злой рок насылает на бедных землян вот эти самые эпидемии, бедствия. Они сами, творцы всех своих неприятностей в силу бездуховности своей. Понимаете? В силу попрания всех законов Господом прописанных. Вот поэтому всё происходит. Никто же не говорит из церковных людей. Мы сейчас помолимся, мы позвоним в колокола. не помогает, в Олимпиаде не мог помочь победить патриарх, брызгал спортсменов, и потом сняли соревнования за допинги. Плохо брызгал, наверное, я не знаю, не тем зельем. Понимаете? Ну, какой-то бред. Корабли там, какой-то корабль осветили, он утонул. Я помню, показывали. Чё-то всё не в масть. Ну, так же нельзя направо и налево освещать, там всё брызгать, поможет. Это язычество, чистейшей воды, которая была на Руси, вот теперь в церкви это язычество, пожалуйста, оно расцветает. Побрызгаем, помолимся, и всё будет в порядке. Странно? Ну, взрослые люди вообще-то должны быть уже взрослыми, соображать хоть что-то. Но не получается. Ладно. И дальше. Да. Чтобы не происходило в нашей жизни, смотрите, если вы ещё нужны Господу, если он не потерял надежды на ваше возвращение в его отеческое лоно, он всегда сумеет вас уберечь. Только будьте предельно бдительным. Не выпадайте из реальности. Если вы ещё нужны, то в каких бы вы сложных ситуациях, близких к трагическим, не оказывались, он вам жизнь сохранит. Понятно? Если вы ему нужны. А нужны вы ему только тогда, когда идёте ему навстречу, когда занимаетесь делом. Ясно? Так что вы сумеете обезопасить себя всегда и всюду, если действительно будете заниматься делом. Понятно? Всё очень просто. Выдернет вас он буквально из смертельно опасной ситуации. Со мной это бывало ну, раз в 15-м. Реальный случай. Не просто вот я фантазировал, ситуация опасная, а на самом деле опасная. По-настоящему опасная. Значит, был ещё нужен. А там видно будет на всё его воля. Понятно? Вот полностью предайтесь его воле, тогда будете в абсолютной безопасности, в абсолютной безопасности. Вы же хотите абсолютной безопасности? Ну, так вот, теоретически. В чём вы её видите? Вы же не можете силохранителей нанимать там, да, на любого телохранителя, на любого этого охраняемого лица киллер всегда найдётся, а то и несколько. Сейчас нам же показывают всё в фильмах. Бесполезно. То есть, вы не нанимаете себе телохранителя, нет? Ну и ладно. Не имеете возможности или бесполезно? Ну, кому вы нужны, кроме мамы, кроме Господа или Матери Божьей. Понятно? Так что давайте делом занимайтесь. Понятно? И будете под надёжнейшей охраной. Это факт. Даже если где-то оступитесь. Понятно? Спасибо. 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 Спасибо.